здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу предоставить вам небольшой отчет о посещении теплиц московной теплицы город долгопрудный совхоз красная нива старый совхоз по разведению комнатных цветов и там есть орхидейный отдел орхидейный магазин где наконец-то я побывал уже давно хотела посетить его ну наконец выбралась далеко ехать по пробкам и вот хочу показать что я там купила и общее впечатление ну общее впечатление конечно не европа надо сказать хотя цена там вполне себе европейские может быть даже и выше но конечно общее впечатление не особо товарный вид у растений тем не менее можно купить очень интересные виды сорта которые не купишь ни в каких сетевых магазинах все-таки здесь можно что-то такое интересное найти у них есть сайт можно посмотреть но особенно интересное для москвичей в принципе у них есть интернет-магазин доставка посмотрите четыре растения купила и некоторое количество всяких приспособлений первое что я купила вот такое вот создание сейчас конечно выглядит котлеи котлеи но очень интересная вещь если все правильно если этикетка соответствует я надеюсь что это так в теплицах то название такое рлк это ринха лаэля котлея гибрид гольф грин хайр пик очень интересный цветок с юмором был человек который назвал эту котлею но я бы конечно не назвала как-нибудь паромантичней но действительно очень точное название посмотрите в интернете картинки я думаю вам понравится очень недешево надо сказать охота по щеневоле тем более когда еще то выберусь такое место заказывать по интернету все-таки я пока как-то опасаюсь слишком уж большой процент лотереи но второе приобретение бурги аранели айслер но оранжевая называется свис orange beauty с цветоносом если все будет нормально скоро цветет увидела я ее натуре они там в другом магазине очень симпатичная оригинальная оранжевая встречается не так часто еще одно приобретение тоже давно хотела это целогина крестата сейчас буду ее присаживать немножко другого горшочек более плоский и широкий принципе целогина крестата у меня мне кажется имеет шанс пойти потому что у меня есть возможность создать ей прохладные условия я так понимаю что у нее потребности близки к цимбидиум потому что же высокогорное растение единственное что со светом если я правильно поняла чуть более рассеянный свет ей требуется в любом случае какое-то количество прямых солнечных лучей взять нужно растению ну естественно и жгучих полуденных а утренних или крайнем случае вечерних будем надеяться что получится у меня с ней с опрыскивание она любит и в летнее время постоянно влажный субстрат но этот малыш это анцидиум твинкл многими любимый у него была куча цветоносов отсветший он сейчас такой на вид здоровенький тоже буду сейчас пересаживать ему уже тесно в этом горшочке тоже горшочки нужно пошире для него и вот как раз попались мне вот такие вот горшочки давно я их видела девочки показывают в интернете не попадались они в продаже а там вот попались еще я соблазнилась купила вот такой вот горшок терракота глина необработанная такой для котлей подходящий и еще мне попалась вот такая вот ладья прозрачная пластмассовая у меня практически аналогичные есть ладья в которых я сажаю фаллинопсисы ну как бы закрытая система но я бы не назвала ее конечно закрытой потому что соотношение высоты и площади поверхности вот горшка верхней части оно таково что там аэрация в общем более чем достаточно а поскольку у меня в принципе ну уже рука набита и не только на орхидеях а на других растениях я сажаю их без отверстий то мне нравится вот в частности фаллинопсис содержать таких системах единственное когда контейнер непрозрачный все таки не видно как-то приходится угадывать сколько там влаги вот и вот попался прозрачный контейнер цена у него 420 рублей не дешевый каждый для пластмасса но вот один купила ну и сейчас займусь пересадкой утомлять зрелищем пересадки вас не буду поскольку интернете полно таких роликов кому интересно задавайте вопрос уточняйте принципе там для любителей орхидеи посетить место стоит единственно заранее подготовьтесь просмотрите сайт поскольку там таких подробных консультаций не дает поэтому если хотите чтобы что-то купить прям заранее список составьте если лично поедете но если по интернету то там уже конечно другая история анцидиум твинкл посмотрите в процессе пересадки обнаружила вытащила из горшка очень много здоровых корней хороших беленьких но в самом центре огромный кусок проросшего корнями абсолютно мокрого сфагнума а вокруг кора смешанная с кусками поролона эти куски тоже проросли корнями но в тепличных условиях летом это все конечно не страшно для растения тем более но я так понимаю довольно любит влагу но у нас сейчас переезд квартиру делал близится к зиме и конечно субстраты в одном горшке разной влагоемкости внутри сфагнум снаружи кора это конечно не дело приходится выковыривать этот фагнум как-то я уже полчаса сижу тут ковыряю вот этот сфагнум ну и вот пересаженный анцидиум твинкл белый вот этот горшочек принципе для него хорошо подошел есть простор для роста немножко его глубже даже посадила поскольку он великоват был для того чтобы его наверх сажать на общем по мере роста его можно будет просто поднимать как бы очень многое выковырила оттуда сфагнума очень мокрого поролон как могла удалила но не все поскольку проросло все корнями корешки тонкие поэтому фракция коры мелкая немножко перлита чуть-чуть пенопласта угля и сфагнума причем старого сфагнума немножко замешала но для того чтобы микрофлора поселилась полезная грибная и сверху новый сфагнум из леса ну и пока устанавливаю галининная кашпо такое целогина крестата оказалась не целогиной крестатой а две целогины крестаты то есть вот смотрите два растения отдельных фактически двери зома и вот такой горшочек который купила оказался для нее маловат по ширине мне придется сейчас наверное взять вот такой вот крышечку из-под торта я посмотрела она примерно по глубине и по ширине должна подходить на дне как обычно у меня камешки и засыпаю грунтом мелкая кора внизу чуть-чуть крупнее как обычно чуть-чуть пенопласт там какой-то перлит попадается сфагнум уголь и сверху будет сфагнум сейчас буду ее располагать там в этом субстрате вот все мои новоприобретения пересажены в ургиару я просто переставила временно просто про из непрозрачных прозрачный горшочек с отверстиями пока она не отсвела я ее пересаживать не буду вид у него здоровой там посмотрим анцидиум твинкл будет жить только в горшочке моя сверх ценная котлея тоже прозрачным пластиковым горшки не стала ее в глину сажать в глине просто она как кашпу стоит почистила ей чешуйки обрезал старые корни вот ну и там уже от новых псевдоболь пойдут новые корешки их видно ну а креста то у меня пока в таком ведре но внутри там пластиковая крышка из-под тортика самая удачная по форме емкость оказалась в ведре просто будет скапливаться вода сейчас они у меня будут на адаптации карантине в теплице вот в этом магазине очень влажно и очень жарко мы вошли просто пришлось снять все лишние куртки одежки потому что даже пять минут там трудно довольно находиться в одежде верхней сейчас постепенно привыкать моим условиям не в очень прохладной температуре а потом уже я их распределю по их потребностям целогена у меня будет наиболее прохладном месте стоять котлее потеплее посветлее анцидиум и бургиара как обычно так у меня особенно жарком светлом месте не могу не показать наконец-то наконец-то расцвел первый цветок моего долгожданного цимбидиума у меня стоит давно в прохладе и поэтому цветоносы лезут очень очень медленно вот этот цветок распускался почти неделю этот цветонос с одним цветком вот рядышком подрастает цветонос уже пышненький его догоняет еще один вот там но и четвертый там у него в глубине еще совсем в виде стрелки еще не раскрылся вот уже радость вот такой красавец леопардовой губой густо-густо желтый такой даже с коричневатым чуть-чуть отливом очень очень мне он нравится с нетерпением жду продолжение панкет они у меня еще пока стоят на улице у меня тут случился для них экстрим вчерашний позавчерашний день вернее ночь были заморозки хотя обещали плюс причем такие плюсовые плюс 5 температуры но в 6 утра встаем и на траве и не хрустит под ногами они у меня на улице в общем я конечно испугалась побежала но в принципе я как раз недавно тут информацию почитала все таки они очень небольшой минус выдерживают там минус 1 вот такой выдерживает поскольку высокогорные растения они в природе держат минусовую температуру по ночам в горах заморозки обычное дело конечно рисковать я больше не хочу на ночь я их сейчас пока укрываюсь под бондом пока риск минуса все таки не такой большой и минусы в районе минуса дома дальше конечно придется заносить их дом хотя не хочется сбивать ритм но тем не менее придется это сделать уже конец сентября все таки спасибо за внимание всего доброго до новых встреч